Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Строкова и Сахнов опять расстались. Ребят в качестве одиночек отправили на Сейшелы. Таня советует присмотреться к Абрамову. Он спокойный мужчина, живёт в Москве, у него есть бизнес. Таня ему нравится и по возрасту подходит. Саймон Морданшин помирился со своей девушкой Настей. Он носит меня на руках, пишет она, как и обещал. Ей пишут, что это идиллия, пока вы на дурке. В обычной жизни она не вытянет этого стероидного агрессивного бычка. Он никогда не изменится и не станет добрым. Иосиф Аганесян объяснил, почему отец Саши Черно такой странный. Просто Вадим очень стеснительный мужчина. На самом деле он весёл и позитивный, пишет Аганесян. А мои родители сразу привыкли к камере и быстро адаптировались. Слава Богу, наши предки нашли общий язык. 1 апреля день рождения отметила Василиса Дмитренко. Родители поздравили малышку в сети. Зрители удивляются, как у таких родителей мог родиться такой классный ребёнок. Василиса просто чудо. Счастье ей и хорошей судьбы. Известный экстрасенс Марина Вайн спрогнозировала будущее Василисы. Жизнь девочки будет удивительной и яркой. У неё хорошая природная защита. Но в районе 16 лет у Василисы испортят соотношения с мамой. Они даже перестанут общаться. Затем у девочки начнётся серьёзный успех. Скорее всего, она станет моделью. В комментах пишут, Васька сбежит от мамаши, как только научится хорошо ходить. Как только добрые люди расскажут, какая теребонистая у неё мать. Алёна Рапунцель решила поменять отчество своему сыну. Богдан таки будет Ильичом. Ябаров рад. Он, кстати, определился, какую сумму будет выплачивать Алёне в качестве алиментов. 10 тысяч в месяц, а если обстоятельства позволят, то и все 15. И, конечно же, когда Алёна будет на проекте, он будет заниматься ребёнком. Менять памперсы, убаюкивать и так далее. Также Ябаров похвастался статуэткой, которую получил за новую песню. Насладиться дивными звуками его голоса мы сможем 6 апреля в эфире. Марина Гаджимурадова покинула Дом-2. И правильно сделала. Ушла вовремя, не успев замораться. Кого-то, кстати, она на этом снимке мне напоминает. То ли Читрару, то ли Ковалёву. Все девочки из Дома-2 похожи друг на друга. Юлия Ефременкова отмечает 32-летие на Бали в компании любимого Монтезира и своих друзей. Жизнерадостные фоточки публикует. Юлия вместе с Марго Овсянниковой записали совместный трек. Скоро опубликуют «Заценим». Аганессиан продолжает мечтать о сцене. Он уже не говорит о том, что это будет его работой, а хочет оставить актерское дело для души. Но Черно указывает ему теперь не только где работать, но и какое хобби выбирать. Она не видит в муже актера. А я считаю, его мечта сбылась, пишут в комментариях. Изображать любовь на многомиллионную аудиторию, чего же более. Так что он уже состоялся как великий актер. Зрители раскритиковали новую грудь Маргариты Ларченко. Рита одела кофточку с глубоким вырезом, желая, видимо, похвастаться обновкой. Но комплиментов не дождалась. Ей пишут, что выглядит ужасно, будто шарики подвесили. Силикон прям торчит, его сразу видно. Ну а Рита отвечает, что виной всему плохое освещение. Воба Гаути разыграл всех на 1 апреля. В его свадьбу с моделью, которую зовут Аполлинария Миронова, поверили даже родители ребят. Разыграл так разыграл. Антифанаты Ирины Александровны Агибаловой рассматривают её новое фото в Инстаграм, буквально под микроскопом. Рассмотрели и нашли у женщины бороду. Лиза Триандафелиди показала свою красотку-сестру. Её зовут Станислава. Она значит для неё даже больше, чем родители. Сестра всегда заступалась за младшенькую, давала ей деньги, дарила путёвки на отдых, дорогие украшения. Слава, несмотря на свою эффектную внешность, оказалась скромной девушкой, не желающей Славы. Её аккаунт в Инстаграм закрыт от посторонних глаз, и в друзья она добавляет только родных и близких. Никита Кузнецов после расставания с Дариной Маркиной нашёл новую девушку. Зовут счастливецу Елена. Она работает маркетологом. Видно, что юная девушка живая и естественная. Зрители удивляются, как ей не страшно связывать свою жизнь с Никитой, который как на проекте был тираном, так и в реальной жизни вёл себя некрасиво по отношению к девушкам. Маркина рассказывала, что он постоянно ревновал, поднимал на неё руку, стребовал полного повиновения. А когда Кузнецов разбил Дарине телефон и сильно ударил её по голове, то она ушла от него. Похоже, что и телевизионная история про Машу Кахно тоже была первоапрельским розыгрышем. В программе «Мужское и женское» у Маши взяли интервью, из которого становится ясно, что девушка чуть ли не подпольная миллионерша. Вся её жизнь состоит из удовольствий и развлечений. Она постоянно ездит на дорогие курорты, на один только ужин может потратить около полумиллиона рублей. Также Кахно сказала, что она привыкла питаться морепродуктами, которые специально для неё доставляют на самолёте. Александру Артёмову опять поздравляют с беременностью. Якобы на этом фото видно животик. Она уже второй год не может разродиться, скоро родит слона. Поговаривают, что мама Таты Абрамсон, Марина Тристановна, рассталась со своим женихом. Если верить информации, опубликованной с аккаунта Ника Афра, то Ковалевский оказался жмотом, тираном и алкоголиком. Теперь Марине и Александру прямая дорога к Малахову или Шепелеву. Запела я Алиана Устиненко. «Я уже несколько месяцев готовлю большой музыкальный проект», – пишет она. «Собираю большую команду профессионалов, вкладываю во всё много сил, времени и денег». «Уже совсем скоро». Олеся Клочко показала свою дочь Стефанию. Малышке исполнилось три месяца. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе. Субтитры сделал DimaTorzok